Догадаться несложно, что я буду готовить. Осьминога по рецепту Карины. Чудо-зверь. Разморозился. Давай, дружочек, в кастрюльку. Осьминожки, осьминожки. Да, Руань? Осьминожки, осьминожки. По следующим моим действиям я очень сильно раскалила сковородку. У нее морковь, лук и чесночок. Все это я обжарю до черна и добавлю в бульон. И обжаренные вот эти овощи я во все бульоны у себя добавляю. В рыбный, в мясной, в куриный. Потому что эти овощи, помимо красивого золотистого цвета, дают очень классный аромат и вкус. Здесь, конечно, мне аромат... У меня уже даже эта сковородка специальная для таких дел. Она, конечно, до конца уже немножко испортилась. Ну, ладно, кулинария требует жертв. Чесночок обжаренный, морковь, лучок. Добавлю перец горошком, лаврушку и пучочек вот такой зелени. Сейчас все это заливаю водой. А еще мой один знакомый, приятель, шеф-повар, говорил, что когда варишь осьминога, надо туда пробку от бутылки из-под вина бросать. Вот она пробочка. Вот, залила водой, поставила на огонь. Теперь все это дело должно закипеть. После того, как закипит, я буду варить 30-40 минут. У меня осьминог весом приблизительно 1,1 кг. 1,1 кг. Вам один полезный совет. Я все бульоны накрываю вот таким вот одноразовым полотенчиком. Вот так оно выглядит, оно в рулонах продается. Объясню для чего. Это очень удобно. Не надо собирать никакую пену, потому что вся пена, какая-то там грязь, она вся. И когда уже бульон готов, я это полотенчик собираю и выбрасываю вместе. И на нем вся эта пена, все, ну, вот это, что плавает. Я это подсмотрела у одного известного шеф-повара. Я очень много передач кулинарных смотрю. Для меня это очень удобно. Я никого не заставляю делать точно так же. Я просто с вами делюсь. Вдруг кому-то тоже от этого будет удобнее, веселее, радостнее готовить. О, что я забыла вам еще рассказать. Когда мы осьминога варим, мы не солим его. А вот параллельно молодая картошечка варится до полуготовного состояния. Так, не подумайте, что я это все буду ночью лопать. Это все я, это все заготовки для завтрашнего дня. Картошка наполовину готова, чего мне и надо было. Теперь я накрываю полотенчиком, вот так вот, крышкой сверху. Так я убираю лишнюю влагу из картошки. Осьминога я отварила, разделала и замариновала с оливковым маслом, чесноком, базиликом, петрушкой и кинзой. Все это на ночь мариноваться. Завтра продолжение. И в холодильник. Так, на сегодня я на кухне все сделала. Так, продолжение. Осьминог мариновался ночь. Картошечку, вот я его выложила на противень. Картошечку я в это масло, в котором мариновался осьминог, добавляю. Сейчас я все хорошенечко помешаю. И теперь эту картошечку хорошо в маслице пропитали. Кладем на противень и вот так вот раздавливаем. Я уложила всю картошку. Теперь я остатками масла с чесночком, с зеленью все это поливаю. В перчатках я готовлю для того, что, первое, мне удобно, а второе, я не люблю, когда у меня руки пахнут чесноком или луком. Теперь мы все это блюдо отправляем в духовку, томиться на медленном огне. У меня я поставила 120. Потом расскажу, сколько все это готовило. Ну, давай, осьминожка. Хочу прощать. Хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...